Радмир Мусин – воспитанник детского сада номер 40. В свои 6 лет он отлично говорит на татарском и башкирском языках, и поэтому выучить отрывок из эпоса «Урал-батыр» для него не составило ни малейшего труда. Я рассказывал стих «Урал-батыр». Мне очень понравилось на сцене. Я чуточку не волновался, когда рассказывал стих. Мне понравилось, как другие ребятки рассказывали стихи. Наша семья владеет и татарским, и башкирским языком. Ребенок выучил у нас стихотворение быстро. Ему нравится, мы с ним и дома учим и татарские стихи, и башкирские. Читаем также и сказки татарские, и башкирские. Мы любим свой язык. Задание конкурса на первый взгляд простое. Выучить и рассказать отрывок из самого известного эпоса башкирского народа. Но учитывая то, что «Урал-батыр» написан непростым языком и по сути является историческим документом, задача конкурсантов усложнялась. Но малыши приложили максимум стараний и практически не ошибались. Обычно этот конкурс проходит среди обучающихся 5-11 классов. В этом году мы решили провести данное мероприятие среди обучающихся начальных классов и дошкольников. Это мероприятие проходит по инициативе учителя башкирского языка и литературы башкирской гимназии, участника межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы-2015» Лисенна Ромелевна Никматулиной. Согласно положению, конкурсанты должны рассказать отрывок из эпоса и защитить картинки, нарисованные самими участниками по содержанию эпоса на башкирском языке. Среди членов жюри – представители Управления образования, Национального культурного центра и учителя башкирского языка. Им предстояло из множества детских выступлений выбрать самые яркие и определить победителя. Учителя и воспитанники тщательно подготовились к конкурсу. Обращается внимание на отрывок из эпоса «Урал-Батыр». Подготовленные костюмы и рисунки, где ребята старались показать понимание текста и знание языка. Победителем конкурса «Урал-Батыр» среди учащихся начальных классов стала ученица 6-й школы Дарина Хайрулина. А лучшей среди воспитанников детских садов была признана Камила Насрединова из 42-го дошкольного учреждения. Татьяна Галиева, Альберт Гарипов. Информационная программа «Ежедневник».